Всем привет, ребятки, с вами Флэш, это обзор девлога номер 146, и так, поехали! Сразу хочу сказать, что девлог получился достаточно объемным, я потратил больше получаса времени просто на детальный перевод, потому что очень много текстовой части, очень много информации, а хотелось все-таки передать практически близко к идеалу, чтобы мы не упустили ни одной детали. Сразу прошу прощения, если у меня будет где-то заплетаться язык, где-то я буду не выговаривать слова, потому что, ну, вы видите, время у меня уже 2 часа ночи, плюс бесконечный марафон, второй день, Conan Exiles, 12 видео за 2 суток, я посчитал в общей сложности. В общем, давайте приступать к обзору девлога. Очень много пунктов в этом девлоге, причем они абсолютно все какие-то разные, и получается девлог очень разнообразный, из-за этого он кажется таким просто объемным и необъятным. Тут есть и оптимизация, и вообще какие-то разные функции, например, не функции, ну, извините, еще раз, допустим, вот самый первый, да, пункт. И Маурин нам сообщает, что в будущие несколько недель он будет проводить, просматривая вот такую вот штуку, как раст-концепт Limbo. Есть такой ютубер Shadowfrax, который выпускает, ну, вот такой плейлист, в котором есть концепты, которые находятся в подвешенном состоянии, может, даже какие-то уже притворились в игру. И Маурина полагает, что проведенное им время может подарить нам новые игрушки в расте, да, вместо постоянных недель каких-то бакфиксов и незначительных изменений баланса. Причем мой взгляд сразу уже натренированный выхватил из этого плейлиста то, что интересно именно мне, это, конечно же, вот этот момент. Викклс, ну, то есть машины, тоже концептики, концептики. Машинки, машинки, модульные системы, ну, посмотрим, что нам преподнесет Маурина. Дальше, также нам добавили настельные, настенные светильники из консервных банок, а именно банок из-под тунца. В прошлом видео я уже делал обзор про огненную турель. Кто хочет посмотреть, как они выглядят в игре, можете перейти и посмотреть. Тут же мы можем полюбоваться просто очень красивыми скриншотами, на которых тоже интересные ракурсы. Ну, действительно атмосферненько выглядит. И он надеется, что это нововведение никак не повлияет на наш фпс, потому что он не хотел бы провести следующую неделю, занимаясь тем, что будет их удалять. Да, далее, вот тут начинается веселуха, нам добавили опять же огненную турель, тоже в прошлом видео я делал обзор, можете посмотреть, как она выглядит. Кстати, там я считал, что меню у нее не до работы, она, оказывается, это так и есть, немножко мне не хватило дальнозоркости. Будет она использовать топливо низкого качества, как пишут разработчики, что мы будем ее использовать для замедления, опять же повторюсь, для замедления наших рейдеров, потенциальных рейдеров, которые захотят нас зарейдить. Потому что мы знаем, что пламя, оно замедляет. И когда турель срабатывает, то есть видит перед собой цель, она будет поливать огнем нас в течение 5 секунд, ну, я так понимаю, даже если вы ушли из зоны поражения, она еще 5 секунд будет поливать. Потом идет следующий цикл расчета, есть ли перед ней кто-то или нет, если есть, то опять следующие 5 секунд. При этом сильно замедляя скорость передвижения игроков и, естественно, нанося им урон. Сразу же предупреждение, причем выделено, никогда не ставьте их в деревянных конструкциях, но оно и понятно, потому что вы просто сожгете себе дом или все, что там рядом стоит. И вот как раз то, о чем я сразу не догадался в прошлом видео, это они тут используют экспериментальную систему наведения этой турели. Как мы знаем, в обычной турели, которая стреляет из автомата Калашникова, там идет система свой-чужой, то есть, когда вы авторизовались в турели, она по вам не стреляет. И другие игроки тоже могут в ней авторизоваться. А эта же турель будет реагировать на зону строительства, то есть, билдинг-привилетий. Если вы авторизованы в шкафу, в зоне которого стоит эта турель, то она считает, что вы свой и, естественно, по вам стрелять не будет. Если в шкафу авторизовано там 5 человек, естественно, все 5 во френд-зоне у нее находятся. Но стоит чужаку зайти в билдинг-зону, если он не авторизован в шкафу, она сразу начнет его атаковать. И, как пишут разработчики, если вы хотите, чтобы действительно кто-то прошел к вам на базу, да, изначально, не все же у вас авторизованы, то единственный способ ее обезвредить, если она стоит у вас где-то на входе, это просто вынуть из нее топливо низкого качества. Тогда она не сработает. Ваш друг проходит спокойно, авторизуется в шкафу и вы дальше ее активируете, то есть заряжаете топливом. Вообще, в конечном счете, по взгляду разработчиков, она вообще должна будет работать под датчиком давлением каким-то написано, ну или что-то типа того. Но пока что будем наслаждаться тем, что есть. И в конце оптимистичное заявление разработчиков. Ее, возможно, апнут, но, возможно, также эта турель вызовет дикие лаги, которые отправят сервер в ад. Ну, а почему оптимистичнее? Потому что тут заявляют они, что, ну, он, Маурина, что он пофиксит любую проблему, которая с ней возникнет. Ну, так и хочется сказать словами Сергея Дружко, смелое заявление, но проверять я его, конечно же, не буду. Так, ну, у нас тут есть, конечно же, красивые скрины, как все это жгет, как это все красиво работает, особенно ночью. Да, тут, конечно, вообще без шансов. Угу. Два часа ночи дают о себе знать, уже крыша едет, поэтому такой непонятный, нездоровый шуточки. Далее, нам убрали урон, который мы получали, даже если у нас есть стопроцентная защита от радиации. Он всегда проходил раньше, теперь он проходить не будет. Это всех раздражало, потому что даже используя самые топовые антирад костюмы, нам все равно приходилось использовать бинты, ту шприцы, потому что постоянно хп потихоньку убывало. Ну, а в будущем разработчики хотят сделать так, чтобы эта радиация, да, она повреждала не нас самих, а вещи, которые на нас надеты. Ну, интересно тоже, посмотрим, как будет. Далее, очень интересное и смелое решение. Опять же, наш Маурино просто терпеть не мог от того, что никто не пользуется светильниками вне базы, то есть не пытаются ее как-то обустроить и осветить снаружи, где просто может любой человек бегать. Это было связано с тем, что эти светильники снаружи никак не защищены, и любой абсолютно человек мог пробегая просто украсть ваше топливо низкого качества с этого светильника и побежать дальше, да, спрашиваться, зачем оно надо. И теперь разработчики сделали так, что с этого момента наши потолочные светильники, напольная лампа и теперь уже новые стенные светильники, да, теперь мы имеем к ним доступ, если авторизованы в шкафу. Это может измениться в будущем, но пока что давайте попробуем именно так, пишут разработчики. И тоже интересно такое прям достаточно смелое решение, сразу на ум приходят первые такие непонятки, типа опять же тайники, да, но это мне сразу на ум пришло, потому что раньше мы прятали, тоже я видел, что прятали в этом слоте, а теперь ты получается спрятал, и если противник не добрался до твоего шкафа, то он даже не сможет заглянуть вообще ни в какую лампу, ни в какой светильник. То есть опять получается можно прятать. Другой вопрос, если разбить этот светильник, будет ли выпадать лут, который мы в этом одной ячейке сохраним? И возможно рейдер, когда доберется до каких-то ящиков, но при этом не добравшись до шкафа, да, будет видеть все эти висячие кучи светильников, и его жаба будет душить, блин, что же делать, я же не имею доступа, а вдруг там что-то спрятано, и ему придется только ходить, еще и каждый светильник разбивать, лупить. Хотя все, что я сейчас говорю, может вообще не иметь значения, потому что я забыл, можно ли туда класть какие-то предметы, или это уже пофиксили, кроме низкого, топлива низкого качества больше туда класть нельзя. В общем, как-то так. Далее, следующее изменение, немножко не точно, в прошлом видео я его озвучил, я сказал, что якобы бочки и водосборники, доступ к ним мы можем менять только через короны. На самом деле они давным-давно уже используются только через короны, а вот тут уже стало понятно, мы можем наполнять бутылки, либо канистры, которые мы с собой переносим, с этих бочек и с этих водосборников только через короны, а раньше можно было наполнить бутылку, просто подбежав с любой стороны, то есть не именно не пить, а именно наполнить емкость. Далее, изменения коснулись также люка нашего, теперь у него нет слабой стороны, то есть снизу, когда рейд идет снизу, мы всегда люки выдалбливали, там киркой, там костяными дубинками, то есть чтобы не тратить взрывчатое вещество, все это пофикшено, у него нет слабых мест, его теперь не пробить, и он теперь по всем своим свойствам приравнивается к двери из листового металла, шит металдор. Далее, изменения по сельскому хозяйству, а именно по растениям, теперь растения могут получать урон, теперь мы можем также их полностью срубить, при этом еще разработчики пытаются надавить на нашу совесть, на нашу безалаберность, теперь растения, за которыми мы не ухаживаем, и они умерли, да, ну то есть завяли, грубо говоря, они не исчезают сразу, а еще какое-то время продолжительное находится, ну где там вы их посадили, в посадочной коробке, либо просто у себя во дворе, и постоянно будет вам напоминать о том, какой вы недобросовестный человек, и просто загубили свой собственный урожай. Также немножко уменьшили количество воды, необходимое для увлажнения почвы, ну как я помню, первый тест сделал, там вообще что-то 5 или 6 ведер я принес, чтобы она максимально черной стала, это действительно немножко напрягает, во сколько раз уменьшили не написано, ну думаю раза в 2 может, теперь 3 ведра нужно, чтобы полностью увлажнить, ну и работа, конечно же, будет дальше продолжаться, над сельским хозяйством, дальше, теперь у нас стаки всех патронов, пистолетные 5.56 увеличились, ну на классическом серии имею ввиду, со 100 до 128, ну это скорее всего связано с тем, то что у нас стандартные там патроны, точнее эти дроп, зеленые патроны, стрелы, там идут 32, потом 64, и наверное еще раз два раза увеличили, чтобы красиво смотрело 128. Далее, стоимость больших баннеров, как пишут разработчики, была запредельная, какая 750 металлфрагментов, там куча дерева, и их вообще никто никогда не строил, ну понятно, столько ресурсов сливать просто на какой-то большой баннер, поэтому было дикое снижение, они произвели сильное снижение стоимости всех этих экзотических баннеров, где-то до 1,3, где-то даже до 1,4. Далее, стрелы использовали неправильное затенение, и абсолютно никак не реагировали на информацию об освещении вокруг них, то есть, грубо говоря, ночью трассеры представляли себе белые такие линии, которые очень сильно были заметны, и проведение, как пишут разработчики, секретных операций было практически невозможным, потому что любая стрельба, и ты сразу видишь, откуда идет стрела, потому что очень яркий такой белый след. Теперь это исправлено, и ночью стрелы выглядят действительно темными. Далее, избавились разработчики полностью от права собственности, от права владения, это когда писалось на ресурсе имя его владельца, это был рудимент, который остался после системы XP, ее уже давным-давно удалили, вот, а это осталось. Да, многие там просят ее вернуть, потому что было прикольно, удобно, потому что, ну, мне самому это нравилось, когда находишь какой-то предмет, хоп, читаешь там, откуда, что там, то есть, пытаешься как-то расследовать, интересно было. Но, к сожалению, это, оказывается, еще и сильно нагружало систему, потому что все это запоминалось, и вроде как, так как они это убрали, должно повлиять даже немножко на производительность. Далее, продолжается работа над моделькой нашего игрока, была некоторая проблема, новые углы, которые добавили наши модельки, они не обновлялись, когда наш персонаж стоял, и это означало, что, когда на нас человек смотрит сдалека, он мог вообще не понимать, в каком направлении вы смотрите, точнее, он видел, что вы смотрите в одном направлении, а на самом деле вы смотрели вообще в другом. Это теперь исправлено, теперь все корректно отображается. Далее, теперь нижняя часть нашей модельки, персонажа, называется как мертвая зона, и наша верхняя часть может свободно вращаться в определенных углах, а наша нижняя часть будет стоять на месте, до тех пор, пока верхняя часть не начнет превышать некоторые углы, и тогда только уже начнут ноги тоже вращаться. И это выглядит немного менее роботоподобно, чем было раньше. Далее, некоторые изменения касаемо скинов, ну, для тех, кто не знает, что такое скины, это текстурки, которые замещают стандартные, неважно, будь то оружие или одежда, чтобы это все выглядело немножко красивее или как-то необычно. В общем, разработчики полностью поменяли систему, как они применяют скины, это дало много положительных эффектов, например, как таких, как, например, быстрый крафт, теперь крафтит предмет всегда с последним скином, загруженным на этот предмет. Очередь крафта теперь показывает предмет именно с тем скином, который на него применен. Ну, и как вы знаете, даже скин обычного самого начального камня, который мы держим в руках, тоже можно изменить, и если вы один раз его изменили, если он у вас есть, то вы теперь всегда будете появляться именно с этим скином. Ну, я думаю, для тех, кто использует скины, реально удобные штуки. Далее, разработчики нам говорят, что если вы используете Windows 32-бит, то вы явно имеете большие проблемы, чем просто невозможность, больше проблемы в жизни, чем просто невозможность поиграть в Rust. На этой неделе Гарри Ньюман у нас исследовал эту проблему, и теперь вроде как пользователи Windows 32-бит могут запустить Rust нормально. В принципе, наверное, очень хорошая новость для тех, кто использует 32-битную Windows. Далее, Демиан или Дамиан сообщает нам, что он работал на множестве модульных труб, электрических установок, воздуховодов, клапанов, датчиков и так далее. Некоторые из них были показаны в последнем обновлении недели в комнатах, которые находятся в бункерах. Идея заключалась в том, чтобы создать кучу вариаций, в том числе прямые, изогнутые, сломанные трубы, и поместить их в существующие интерьеры, чтобы добавить немного больше глубины и интерес. Ну, проще говоря, чтобы мы видели действительно красивую картинку, а не просто голые стены. И вот уже предъявляет результаты своей работы. В принципе, да, это всяко приятнее, чем просто, как мы помним, белые стены непонятные. Еще добавить сюда какой-нибудь шипящий пар, вырывающийся, там газ какой-то. Ну, ладно. Дальше. Первые интересные результаты по загрузке карты, когда вы заходите на сервер. Теперь мир генерируется и кешируется один раз. То есть, самый начальный, когда вы заходите на сервер. Первый раз. Дальше, когда вы делаете повторное это, он просто загружается из кэша. Это означает, что мы увидим значительное ускорение времени загрузки. И тут они даже приводят сравнение. Давайте посмотрим. Небольшая запись, которая иллюстрирует, собственно, счетчик времени. Нижняя часть – это уже с новой системой кэширования. Верхняя – это как было раньше у нас. И давайте посмотрим разницу, насколько же быстрее сейчас загружается сервер при повторной загрузке. Видите, на 13 секундах уже остановилась. Понятно, черный экран. Этот человек уже зашел на север. А тут до сих пор у нас продолжается загрузка. И она будет продолжаться очень долго. Поэтому я, с вашего позволения, перемотаю на самый конец. И мы увидим просто колоссальную разницу. 13 секунд против 58. Ну, только остается поаплодировать. Увеличение более чем в 4 раза. Реально аж хочется проверить самому. Далее нам сообщают о краше физики сервера либо серверной физики. Я точно не знаю, как это все совместить. Но в любом случае была такая проблема. Расследование происходит до сих пор. Но так как сегодня вайб полный, поэтому, в принципе, эта проблема не должна быть такой глобальной. Но, во всяком случае, в ближайшую неделю точно. Это так сообщают нам разработчики. Пока что они не нашли однозначного решения этой проблемы. То есть не нашли однозначного ответа. Но при этом они не оставляют попыток все-таки найти это решение. Даже связались с Unity. Ну, будем надеяться, что у них все получится. Но, как говорится, нет худа без добра. И следующий пункт нам говорят, что в ходе как раз-таки исследования вот этой прошлой аварии, да, краша, Андре нашел некоторую неэффективность физики в каких-то моментах. И уже эти неэффективности оптимизировал и устранил. Сервер теперь использует намного меньше rigid bodies. В общем, это как-то сказывается на производительности. И это хорошо. Также еще одна была проблема выявлена в ходе, опять же, исследования прошлой проблемы. А именно, это небольшая утечка объектов. Она происходила, когда сервер загружал сохранение. Утечка была небольшая. И происходила она в момент, собственно, запуска сервера после рестарта. Но некоторые сервера делают там частые рестарты. Поэтому могло привести к каким-то большим проблемам. Но эту проблему тоже утечку устранили. И теперь все работает хорошо. Далее, функцию Combat Logo нам добавили теперь ID. Чтобы было пользоваться им намного удобнее. И сразу было четко видно и наглядно понятно. У нас есть ID как атакующего, так и принимающего дамага. Если можно так выразиться. Атакующего и атакуемого. Далее, был просто какой-то вопиющий эксплойт, связанный с нашей киянкой. Мы могли, когда авторизовались в чьем-то шкафу, делать не upgrade, ну, конструкция, да, строение, а наоборот downgrade, то есть уменьшать. То есть, например, из каменной сделать соломенной или из железной в каменную. Ну, сразу можно понять, что это мега упрощает рейды на официальных серверах, где нет ремова, когда ты добрался до шкафа, ты просто все вокруг делаешь downgrade всех построек до соломы и просто их рушишь обычным топором. Вот. Но это все быстренько пофиксили. И теперь больше этим эксплойтом использовать его нельзя. Далее, Алекс занимался на этой неделе звуками окружения в пещере. Он их добавил. Также система окружения стала умной. Она теперь знает, где вы находитесь и заглушает те звуки, которые не должны воспроизводиться, смотря где вы находитесь. Например, звуки птиц в пещере. И также продолжает работать над звуками, которые мы слышим при установке каких-либо предметов и занимается с предметами, которые до сих пор не имеют. Звукоустановки, такие, например, как кодовые замки, опреснитель воды и так далее. Далее, ребятки, почти закончена уже работа над топовой самой броней, самой тяжелой броней. В прошлом деблоге я как раз-таки задавал вопрос, будет ли у нас нижняя часть этой брони. Оказывается, будет. Вот мы ее видим. Поработали и над ней. Добавили несколько там дополнительных стоев, чтобы казалась броня более громоздкой. И давайте посмотрим поближе, как это выглядит. Ну, действительно, теперь он какой-то настоящий джаггернаут. Причем немножко непонятно, почему ноги сзади открыты. То есть мы имеем по торсу вообще полностью круговую защиту, по голове тоже самое круговую, по рукам, можно сказать, тоже, да, видите, они полностью опоясывают плечи, все закрыто. А вот ноги спереди, да, четко закрыты, наколенники, все. А вот сзади вот эти места непонятно, почему открыты. То есть мы видим спереди вообще практически непробиваемые, да, нигде. Ну, только в локтях, можно сказать, да. А сзади тоже непробиваемые, если мы не доходим до ног, которая вообще полностью практически вся открыта. Ну, не знаю. А так, конечно, выглядит, ну, бомба вообще. Ну, как он будет двигаться в этой броне, непонятно. Далее. Разработчики переделали кучу анимаций от третьего лица, чтобы они точно отображали направление, в которое игрок здесь фактически смотрит. Также сделали новые анимации, когда мы прицеливаемся. Мы их помним старые. Ну, они хоть были и не совсем идеальные, но, в всяком случае, были. Теперь же их доработали. И сейчас уже существует действительно очень заметное различие. То есть, когда мы целимся либо через прицел, либо стреляем от бедра, что делает очень удобным наблюдением за нашими врагами, потому что мы понимаем уже, что они делают в конкретный момент времени. Также переделали кучу анимаций перезарядки оружия, когда мы его достаем. В общем, поработали над большим количеством оружия, но и также большое количество еще осталось. Поэтому еще в будущей неделе будут заняты именно этим. Далее продолжается, опять же, World Model Optimization. А именно, идет работа над длинным списком оружия, то есть, идет оптимизация оружия. При этом они пытаются сохранить и качество, но при этом увеличить производительность. Ну и для примера приводят то, что все модели сейчас имеют три степени, ну, три лода, да. Самая высокая имеет от 4 до 6 тысяч углов, ну, а самая низкая имеет 100 углов. Так, ну и под конец апдейт нашего металлического нагрудника. Как я понял, его наконец-то немножко апдейтнули и убрали эффект эластичности и такой стрейчивости. Я это вроде как помнил. Он себя вел не как просто металлическая железная пластина, а как будто он такой прям мягкий, такой резиновый. Я, надеюсь, правильно это понял. Потому что тут, в принципе, если дословно приводить, так оно и есть. Да, ребятки, дивблог, видите, огромный, но и чинжлог соответствует этому дивблогу просто тоже огромен. И сейчас я зачитаю основные моменты, которые нам не встретились. Нам добавили анимацию, когда наш персонаж ходит по лестницам. Интересно. Двухстволка, оружие двухстволка тоже теперь поддерживает скины. Бобовая С4 туда же скины можно на нее ставить. Йоко пистолет, то же самое, можно поставить скин. Убрали 60-секундную задержку на применение суицида для админов. Но это я говорил в прошлом видео, но немножко продублирую. Немножко апнули тесак, мы увеличили урон и также радиус атаки. В очередной раз снизили стоимость костяной брони. Теперь можно устанавливать светильники на маленьких ящиках. Ну и, в принципе, и все. Ребятки, наконец-то мы закончили. Офигеть, 22 минуты. Хотя раньше я уже в последнее время всегда укладываюсь до 10 минут. Этот же Дивблок очень много времени отнял. Но вы видите, у меня начал я в 2, да вроде. Сейчас уже 53 плюс запись, плюс остановки. Сборка с мыслями, чтобы не заикался я при записи. В общем, вот такой вот, ребятки, Дивблок. Реально, он такой очень разносторонний, разношерстный. Тут все, всего понемножку. Из-за этого, кажется, он очень огромный. Ну и, конечно же, это Дивблок перед глобальным вайпом. Точнее, ну, во время глобального вайпа. Как мы знаем, каждый четверг, каждый первый четверг каждого месяца у нас происходит глобальный вайп. Соответственно, и обнова должна быть поувесистой, чтобы всего побольше понадобавлять. Ну все, ребятки, я пошел спать. С вами был Флэш. Как всегда, увидимся в следующем видео.